50-летняя актриса заявила, что такая дата бывает раз в тысячу лет. Евелина Блёденс призвала поклонников использовать сегодняшний день для позитивного изменения своей судьбы. 2 февраля 2020 года является датой-перевертышем. Она считается слева направо так же, как и справа налево. Красивая дата вызвала ажиотаж среди молодоженов. Сегодня в Москве впервые официально зарегистрировали ночные браки. Регистрации прошли в самом популярном ЗАГСе столицы – Грибоедовском. В необычную дату поженились 8 пар. Это максимально возможное количество, которое смог принять первый московский дворец бракосочетания. Всего же сегодня в пяти столичных ЗАГСах зарегистрируют брак 160 пар. Астрологи и нумерологи считают дату магической 02. 02. Эксперты утверждают, что она способна изменить жизнь человека к лучшему при должной энергетической отдаче с его стороны. 4 двойки и 4 ноля, расположенные зеркально, могут стать толчком для ваших удач в карьере или в личной жизни. Достаточно лишь загадать желание. Лучше это сделать или в 20 часов 20 минут, или в 22 часа 22 минуты, для соблюдения зеркальности. Евелина Блёданс заявила, что уже начала пытаться улучшить свою жизнь. Она собрала друзей и устроила праздничную вечеринку. 02.02.2020. Зеркальная дата. Не забудьте загадать желание. Такая дата бывает раз в тысячи лет. А мы начали потихоньку загадывать желание еще вчера вечером. Сегодня продолжим, заверила бывшая звезды маски-шоу. Она опубликовала в Инстаграм снимки с певицей Татьяной Абрамовой и другими близкими людьми. Странный праздник, отметил один из пользователей. Чем странней, тем лучше, ответила Евелина. Первым мужем Блёданс был актер и режиссер. Участник комик-трупа маски Юрий Стыцковский. Во второй раз актриса вышла замуж за израильского бизнесмена Дмитрия. Их сыну Николаю 25 лет. Он с 2012 года живет в Израиле. От третьего мужа, продюсера Александра Семина. Телезвезда в том же 2012 году родила сына Семина. Мальчик появился на свет синдромом Дауна. Три года назад Евелина развелась с отцом Семина. Она одна воспитывает ребенка. В июне актриса призналась, что у нее уже год не было секса.